Приветствуем вас на канале Живые Травы. В этом обзоре рассмотрим такое лекарственное растение июля, как гибискус. Гибискус представляет собой многолетнее кустарниковое растение, достигающее высоту до 2 метров. Стебли прямостоячие, облиственные, в нижней части часто древесневающие, с темной, почти черной корой. Листья сердцевидные, по краю зубчатые, черешковые. Сверху листовая пластина глянцевая, снизу опушена беловатыми волосками. Растение неприхотливо и легко выращивается на садовом участке. Цветение гибискуса длится весь весенний-летний период с пиком в середине лета. Цветы гибискуса ярко окрашены от кремового до огненно-красного, лилового и фиолетово-пурпурного. Одиночные, пятичленные, воронкообразные, простые или махровые. Диаметр венчика может достигать 15 см. Еще одна характерная особенность гибискуса – необычные карминовые пятна у основания венчика. Цветки раскрываются поочередно, радуют своими красками только один день. Затем вянут и опадают. Плод коробочка распадающаяся на 5 створок. Каждая из створок заключает в себе много мелких серо-коричневых, гладких или слегка опушенных семян в зависимости от вида гибискуса. Семена содержат жирное мускусное масло с тонким цветочно-древесным слегка винным ароматом. По разным источникам существуют от 150 до 300 видов гибискусов. Среди них есть садовые, однолетние и многолетние формы. Родины гибискусов считают юго-восточную часть Азии. Около 150 видов растения произрастают в тропиках Африки, в Америке. Плантации гибискусов, как источника сырья для производства каркаде, выращивают в Египте, Мексике, Нацейлоне, Яве, Китае и Таиланде. Химический состав достаточно разнообразен. В экстракте гибискуса содержатся альфа-гидрокислоты, олигопептиды, антоцианы, флавоноиды, гибисцетин, мерицетин, кверцетин, полисахариды, фитостеролы, минералы, магний, кальций, железо, цинк, витамины В1, ПП, органические кислоты, лимонная, винная, яблочная, гибисковая, аскорбинная. Спектр фармакологических свойств гибискуса также достаточно обширен. Экстракт гибискуса оказывает довольно широкий спектр воздействия на организм, благодаря своему уникальному составу. Антоцианы – активные вещества химического состава растения, которые регулируют артериальное давление, укрепляют кровеносные сосуды. Антоцианы придают экстракту растения насыщенно-розово-красный оттенок, а также улучшают состояние кожных покровов. Флавоноиды активизируют выработку желчи, улучшают метаболизм, очищают кровь, способствуют улучшению состояния кожи. Олигептиды предотвращают сокращение мышечной ткани, ингибируют передачу нервного импульса к мышце. Они оказывают природный эффект инъекций ботокса, препятствуют образованию возрастных морщин, стимулируют регенеративные процессы клеток и синтез коллагена. Альфа-гидроксикислоты очищают кожу от отмерших клеток, сужают поры. Изолимонная кислота активное вещество гибискуса, которое блокирует липопротеин липазу, тем самым ингибирует липогенез. Липопротеин липаза представляет собой энзим, способный высвобождать жирные кислоты из состава хиломикронов и липопротеинов в кровотоке. Блокирование энзима препятствует захвату жирных кислот из крови, а также накоплению их в адипоцитах. Ингибиторы амилазы в составе чая каркадель способствуют снижению степени поглощения углеводов и жиров в организме. По результатам исследований, опубликованного в Международном журнале медицинской науки, фазиоламин способствует значительному снижению веса и при этом мышечная масса остается неизменной. Ученые из Университета Северной Каролины обнаружили слабительное и мочегонное свойства чая гибискуса, поэтому использование каркаде для похудения весьма целесообразно. Полезные свойства гибискуса изданно использовались для лечения и профилактики многих заболеваний. В народной медицине используются листья, цветки и корни растения. В Египте, например, листьями растения лечили сердечные и нервные расстройства, применяли в качестве успокоительного средства. Настой из листьев и цветков гибискуса активизирует выработку желчи. Обменные процессы применяются при различных заболеваниях пищеварительного тракта, благодаря большому количеству флавоноидов в составе растения. Применяется как глистогонное и противопростудное средство. Употребление цветочного напитка каркаде нормализует артериальное давление. В горячем виде повышает его показатели, а в холодном понижает. Чай восстанавливает нервную систему, очищает мочевыводящие пути, почки от солей и вредных токсинов. Чай из гибискуса избавляет от алкогольной интоксикации, выводит из стрессового напряжения, поднимает настроение, оказывая слегка седативный эффект. Напиток из цветков растения является природным противовирусным средством, используется с целью профилактики во время эпидемии гриппа. Каркаде укрепляет сосуды, эффективно очищает кровь от холестерина, повышает иммунитет. Растертые цветки гибискуса применяются наружно, чтобы избавиться от форункулов, обширных ран, учитывая противовоспалительные, спазмолитические, бактерицидные свойства растения. Ветки и корни используются для лечения геморроя, кожных заболеваний, венерических болезней. Принимая регулярно средства из гибискуса, многие женщины избавились от бесплодия. Семена использовали в качестве слабительного для ингаляции при хриплости голоса и сухом кашле. В контексте вышеизложенного хотелось бы дать небольшую историческую справку. Гибискус является национальным растением Малайзии. Лечебные свойства гибискуса были известны еще в Древнем Египте. Фараоны и древние жрецы использовали пестрые цветы кустарника для лечения практически всех распространенных в то время недух. Популярность в Европе восточное растение приобрело не так давно, в начале 20 века. Известна восточная легенда о вкусном и лечебном напитке каркаде из цветков гибискуса. Она рассказывает об одном страннике, который, сбившись с дороги, в непролазных джунглях решил отдохнуть и развести огонь. Он был голоден и томился от жажды, мечтал, чтобы боги послали ему пищу. В котелок упали несколько бутонов ярких цветов и мгновенно окрасили воду в рубиновый цвет. Путник попробовал напиток и был удивлен тем, что усталость его исчезла, а силы восстановились. К тому же напиток обладал приятным вкусом и тонким ароматом. Человек странствовал дальше по миру, раздавая людям целебные цветки растения и рассказывая о чудодейственных свойствах теперь уже именуемого напитка каркаде. Вот так мы и подобрались к вопросу заготовки сырья. Используемыми частями гибискуса для заготовки сырья являются свежие и сушеные завязи цветков, а также корни растения. Собирают свежие мясистые чашечки вручную или способом обрезки садовыми ножницами каждые 10 дней до конца сезона цветения. Аккуратно отделяют чашечку от семенной коробочки. С лечебной целью наиболее концентрированы полезные вещества в шестидневные завязи гибискуса. Для производства каркаде заготавливают завязь преимущественно способом сушки. Сушат чашечки в хорошо проветриваемом помещении, предохраняя сырье от воздействия прямых солнечных лучей. Хранят сырье в бумажных упаковках не больше одного года. Завязи гибискуса также варят, замораживают и консервируют. Благодарим всех за просмотр данного обзора. Всем нашим зрителям желаем крепкого здоровья, мирного неба и благополучия.